Слава Украине! Слава Украине! Пожить во Франции, глубже изучить язык, глубже изучить традиции. Ты сейчас, получается, получаешь определенные преимущества жизненные. Да, мне не очень нравится. То есть, я лучше вернусь. То есть, если закончу девятый класс, я вернусь домой, поучусь и подумаю. Но в университет я уже выберу, я хочу сюда или остаться у себя. Ну, смотри, как бы ни была печальная ситуация, но у тебя появилось целый набор возможностей. Я понимаю. А в другой ситуации бы могло и не быть. Так что не все так печально. Ну, а как вот жизнь во Франции, учеба во Франции? Что-то можешь рассказать о французском быте? Ну, скажу. Сейчас. Ну, французский быт. Ну, тут учеба, она очень легкая, но она занимает весь день. Как бы каких-то знаний, прям хороших мне не дала именно средняя школа. Тут хорошее обучение скорее в университете. Грубо говоря, насколько я помню, там во Франции в университет достаточно легко поступить. Ну, очень тяжело учиться. Я вот такие слышала истории. Да. Я не в университете. Я только сейчас перешла в девятый класс. И как ты вот сравнишь уровень обучения с уровнем обучения дома? Подожди, что? Как ты сравнишь уровень французского образования с уровнем образования на Украине? Где лучше было образование? Ну, я думаю, в Украине. У нас знания, то есть не только в Украине, в России, там, в Беларуси, у нас тяжелее обучение в школе. То есть, например, тут дети, вот я была в начале года в седьмом классе, а потом я перевелась на класс выше, потому что слишком легко. Дети говорят, я не могу удалить на три, это очень легко в седьмом классе. У них в нашей школе очень легко и просто, там только самая база учится. А уже в лиссе, в старшей школе, там уже, как бы, если у нас в старшей школе это будет просто повторение, выучено вот тут в России, тут в старшей школе будет учение нового, как у нас. Вать, ну а ты не боишься сейчас потерять уровень образования, уровень эрудированности, находясь во Франции? Или ты как-то дополнительно занимаешься? У меня в две школы учусь. У меня школа французская и еще одновременно украинская. А в украинской ты как учишься? Удаленно? Да, ну то есть школа, она онлайн. Как бы у тебя уроки, они не... Ну как мы сейчас, например, общаемся, а уроки, они уже записаны. Просто и проходишь. У тебя есть видеозаписи, ты их отсматриваешь, сдаешь какие-то экзамены и прочее. И как у тебя успеваемость в украинской школе? Ну хорошо, я закончила с отличием. А во французской ты, наверное, как там, гений ставит оценку или как? Ну во Франции у меня нету, то есть у меня еще не выдали этот табель. У меня тоже во Франции хорошие оценки. Там у меня, то есть в конце каждого триместра, у них триместры, учителя, они все собираются. Это идет собрание учителей, делегатов класса, и они обговаривают такой комментарий, поставить каждому ученику. То есть вчера говорили, там хороший ученик, серьезный и так далее. А вот как оценивается знание ученика? Там идет тестирование, экзамен, устная. Какой метод французского оценки? Так же самое, просто сдаёте тесты. У них нету годовой контроля, и у них вычитывается средний балл. То есть, например, по истории или географии надо выучить определенную тему, учитель делает контрольную, ты просто сдаёшь. Он тебе ставит оценку по 20-балльной системе, и он ставит ее в журнал электронный, и в конце каждого триместра просто высчитывается средний балл. Просто по среднему баллу? Да. А годовой какой-то работы нету, получается? Нету, нету. Итоговой нету. И если где-то в середине года упустил, но потом набрал это, то всё равно у тебя средний балл будет не очень хороший. Так, что ли, получается? Да. Грубо говоря, в французской школе нельзя расслабиться, нельзя болеть. Нужно просто постоянно, постоянно сдавать, держать уровень. Да, я думаю так. Тут и, если что, публикуют уроки на электронном дневнике. Понятно. Но если ты плохо там сдала какую-то контрольную там или как-то у них тестирование, ты можешь его пересдать? У тебя есть возможность поднять свой средний балл? Да. Если есть возможность, ну это не во всех предметах так идёт, например, я могу пересдать. Я могу, ну, учитель разрешал на историю географии, то есть написать контрольную не заново, а исправить свои ошибки. Он тогда добавлял там 2-3 балла. Но пересдать полностью нельзя. Нельзя пересдать. Нельзя доказать, что ты это выучила, и ты, грубо говоря, знаешь этот материал. Тебе всё равно будет заниженная оценка. Так получается? Да. Да, но тут ещё плюс, что многие, они не работают во время урока. И в конце каждого триместра учителя выставляют ещё балл за участие. И кому-то, например, почти всему классу этот балл, он занижает оценку. А тому, кто работает, он его наоборот завершает. То есть учителя ставят, если ты хорошо работал, просто устно в классе, то он тебе поставит 20 максимальный балл, и оно поднимет оценку. А, ты можешь за счёт именно активности во время учебного процесса поднять свой балл. А вот у тебя сейчас какой уровень французского? Насколько ты свободно общаешься? Ну, я думаю, где-то B1. Понимаешь, вот эти индексы, они не очень понятны, когда ты не там находишься. А насколько ты легко со сверстниками общаешься? Насколько ты понимаешь, что они говорят, насколько они понимают себя? Легко. Они меня понимают, но с ними немножко тяжелее общаться, ведь я не знаю, тяжело понять, про что они говорят. У них другие темы. Вот именно как раз хотелось бы узнать, вот какое у тебя, скажем так, ощущение от общения со сверстниками французами? Они умнее, глупее, они по-другому мыслят по сравнению с украинцами. Какие они? Сейчас я спрошу. Сейчас, секунду, можно мне тут надо спросить? Конечно. Да. Вот расскажи именно об общении со сверстниками французами. Как вот ты их оцениваешь по интеллектуальности, по эрудированности? Вот что-то о них, как ты их можешь характеризовать по сравнению с сверстниками с родиной? Ну, они делятся, есть разные группы. Тут очень много гопоты. Не знаю. Или также, ну, очень часто они рецемерят. То есть они как бы делятся на группы. И те, кто не входит в эту группу, они как бы не крутые, они их за спиной обсуждают. У себя я такое, ну, как бы не замечала дома. Ты имеешь в виду, что в классе, там, в школе они как бы разделяются на какие-то группки и находятся вот в таких как бы обособленных организациях, если так можно выразиться? Да. Да, в группах. То есть очень тяжело влиться в компанию, найти себе друзей, потому что все уже друг друга знают, все уже поделены. Они, получается, не открыты к общению, как бы закрыты на себе, что ли? Не. А вот то, что ты называешь гопотой, это в каком смысле гопота? Они такие вот, ну, знаешь, такой термин? Ау-е. Слышала? Да, да, да. Они что, вот косят под уголовников? Типа, ну, они там депутся. Есть, прям в школе дерутся люди. Они ведут, как бы, типа, неаморальный образ жизни. Они невоспитанные, они матом кричат. Они, ну, это как офники. Есть такие у нас. Есть такой термин, типа офники. Они не гопота, но невоспитанные, невоспитанные люди. И они не стремятся стать лучше? Им нравится быть вот такими? Нет, есть. Мы как-то общались вот в парке с мальчиками. Они, ну, сидят угашенные под травой. А сколько лет мальчикам? Да, мальчику 14 лет. 14 лет и уже под наркотой сидит? Да, сидит вот под травой с угашенными. Он говорит, хотите, а не, не, не надо нам. А он этнический француз или, скажем, под ребенок эмигрантов? Ну, да, то есть там был один француз, это мальчик, которому 14 лет. Был другой, и два других, они, ну, в общем, арабы, алжирцы. Один, ну, он, как бы, он белый. Белый. Предложит на француз. И, в общем, эти... И, получается, вот эти алжирцы скуривают, спаивают, как говорят, именно белого француза. А вообще вот у вас в классе французов... Да, возможно, то есть... Вот у вас в классе кого больше, этнических французов или мигрантов? Ну, у меня в классе из мигрантов только я и еще один мальчик темнокожий. А остальные, ну, как бы, они могут... Ну, они европейцы. Европейцы. В других классах есть алжирцы, марокканцы. Да. И все равно даже вот европейцы в классе, как бы, разбиты на свои какие-то группки, получается. И, получается, даже европейцы, разбиты на свои маленькие группки, у них нету какой-то сплоченности внутренней? Есть, ну, это зависит, то есть, зависит от группы, зависит от, не знаю, уровня. Есть разные, есть, просто есть, там делятся, типа, девочки, например. Есть смешанные, о которых я говорила, офники, их называют тут кососами. Это, если перевести, это будет социально нестабильный человек. И уже в тех, вот, группах, например, кососов, там есть и девочки, и мальчики, и так далее. Разных национальностей. А в чем вот их поведение, в чем оно заключается? Как они в свой досуг проводят, что делают? На переменах, как я. Они дерутся, они невежливые. У меня в классе был один мальчик, он нароки мог послать нахуй учителя. И там гремел дверями, творил непонятно что. И, получается, в классе и нормальные дети, и такие, скажем так, альтернативно одаренные. Получается, в одном классе находятся. Да. Да. Они так, они смешивают. То есть, каждый год у вас меняется класс, и вас перемешивают. Ты говоришь, что у них есть какие-то сложившиеся группы, в то же время их перемешивают. А что же происходит с этими группами? Как они заново перестраиваются и прочее? Они остаются, то есть, эти группы остаются. Может, кого-то нового они принимают в эти группы, но в основном, эти люди не остаются всегда вместе. Но если класс собрали из разных людей, получается, класс сидит, с друг другом они не общаются, а потом уходит на перемену, уходит со школы, и там уже с своими группами встречаются. И фактически в классе... Да, такое бывает тоже. И в классе, получается, сидят люди, которые друг с другом никак не общаются, не коммуницируют? Это зависит. Такое бывает, когда составляют классы, их составляют, чтобы люди друг друга знали. Вот у меня в классе есть компания подружек, они все знакомы. Или есть другие компании. И если ты не в своей компании, то можешь написать записку, чтобы тебя перевели в другой класс. И часто такое у них происходит? А, в итоге они как бы перемешивают классы, но потом все равно все собираются как бы вместе. В итоге. Да. И зачем тогда перемешивать, если все равно все соберутся? Какой смысл? Не все, я не понимаю, если с чем смысл. Но все равно на что-то новое они знакомятся. Все равно создаются новые какие-то группы. Учителя меняются, так же самое. И у тебя учителя, получается, каждый раз новые, меняются классные руководители, так называемые? Да, это зависит. То есть какие-то вчера они будут достаться, какие-то могут поменяться. Понятно. А как вот отношение к тебе, там, как вот приехавший во Францию, есть какая-нибудь... Как называется, ксенофобия, неприязнь. Да. Это зависит от людей, то есть они, так как я говорю по-французски, довольно-таки хорошо, со мной все нормально общаются. Но иногда есть такие люди, которые считают себя русскими, и они как бы засирают этих людей. Такая была ситуация, я была в коридоре, и какие-то мальчики как-то покрикнули «Россия». Мне все равно, но это не должно быть этому места в школе, в учебном завездении. Что, получается, это у вас там, ну, во Франции, даже в школе началась вот такая неприятная ситуация? Да, только бывает, есть гномят, реально гномят людей. Вот у меня на подругой просто издеваются, могут они на ней повторять, что она там делает. Она, ну, как бы, не относится к какой-то ненависти, к ним, но для них это, типа, круто, над кем-то измываться. Ну, тут, получается, просто главная цель измываться, а не какие-то там... А повод находит просто любой. Да, вот тут просто они не стараются издеваться из-за национальности, потому что во Франции очень много иммигрантов. И там очень намешанные нации, национальности, есть много лжи, арабов, темнокожих. И если, очень много, если будет... Очень много иммигрантов, если они будут измываться над украинцами, как бы, это будет странно выглядеть для остальных, что, как бы, вы, типа, ксенофобы и так далее. Ну, вообще, как-то немножко непонятно, такие вот несколько шокирующие вещи рассказываешь. Я просто думал, что в Европе как-то люди все более миролюбивые, дружные. А тут, получается, такой... А ты в какой части Франции находишься? В север, в север Франции. В север Франции, это ближе к Германии, получается. Ну, скорее, ближе к Бельгии. В Бельгии, к Бельгии. Она сверху. Это далеко от Парижа? Триста километров где-то. И может, просто это вот там, где ты живешь, такая ситуация, допустим, где-то в другой части Франции, в Провансе, немножко по-другому, или это у них сейчас общее? Ну, я думаю, да. Это еще зависит от богатства региона. То есть там, где много богатых людей, они будут более толерантны, скорее, относиться. Я слышала много историй, когда там в Германии издевались просто над людьми. Во Франции тоже такое бывало. Ну, как-то ты немножко так это самое грустное все это рассказываешь. Ну, а тогда я сейчас спрошу, а как вы проводите досуг? Как веселитесь? Что вот именно можно интересно найти? Вот молодому человеку во Франции как-то можно отдохнуть, развлечься, повеселиться без травки, как говорится, а вот именно по-нормальным какие-то... Какая досуга вообще в жизни? Ну, если честно, я живу в небольшом городе. То есть, когда ты живешь в большом городе, там больше занятий. Есть магазины, есть рестораны, есть кинотеатры, какие-то развлечения. Когда ты живешь, проживаешь в маленьком городе, мало всяких развлечений, в основном съездят в какие-то большие города, ближайшие, там, у нас в кинотеатры, в театры, на каникулах очень часто приезжают всякие аттракционы. Ну, в основном, типа, во время года, там, зимой практически делать нечего. Или там весной. Но на какие-то праздники, на Рождество, на Новый год приезжают, ярмарка зимняя приезжают, какие-то есть концерты, недавно был фестиваль. И все равно время от времени, когда-то вообще ничего делать, когда-то есть какие-то занятия. Понятно. А вот в сравнении с Киевом, как вот ощущения от Франции по сравнению с Киевом? В первую очередь, Киев – это большой город, это столица мира, это мир Украины. А там, где проживают, это просто обычный городок, там, где живут люди, там просто одни дома, 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 вообще небоскрового нет. По занятиям, я считаю, в Киеве намного больше. Там есть парки, есть озера, какие-то рестораны, магазины, всякие квесты. Там, какие-то, типа, называется, как лазилки на деревьях, надо лазить и так далее. Тут же это надо искать, оно работает не весь год. В общем, получается, по сравнению с Киевом, у тебя, наверное, остается ощущение, что какое-то захолустье приехало. Да, ну, не захолустье, просто такой спокойный город для жизни, просто чтобы жить взрослому человеку. А ребенку тут делать мало что, ребенку или подростку. Понятно. Ну да, я понимаю, твое стремление сейчас вернуться обратно, потому что в этом мире пенсионеров тебе, наверное, достаточно тяжеловато получается. Плюс еще... А у тебя появились уже друзья французы или у тебя как-то не получается с ними выстроить отношения? Вот именно как-то хорошие друзья. То есть они в школе. Хороших друзей, ну, они мало. Так как я ходила в школу, ну, вот в обычную школу своего района, своего маленького города, там, где тяжелее найти друзей. У меня есть друзья, то есть это такие друзья по обстоятельствам. В школе вы общаетесь, вы такие, привет, привет. Поза школой, у них есть свои друзья, они предпочитают гулять со своими друзьями, французами. Я перевожусь в другую школу, в центре города, и там, ну, я считаю, я найду там много больше друзей. И я уже знаю, как это работать, как с ними знакомиться и так далее. Ты вот именно переводишься для того, чтобы именно, скажем так, среду обитания изменить, как говорят. Да, да, среду обитания, потому что в центре города тоже у меня друзья из Украины есть. Мы сможем видеться, и там больше людей будет в той школе, будет больше возможностей найти людей, которые у меня будут одинаковые интересы. В общем, получается, с французами как бы отношения не выстраиваются, они не хотят идти на контакт, на общение. Нет, они хотят, мы общаемся, но бы гулять, да. Они дома сидят. Да, они дома сидят в основном, они гуляют редко. Многих моих ровесников еще не отпускают родители даже гулять. А почему? Боятся, что они не ту дорожку выберут? Ну, типа такого, то есть у них более строгие родители, они более обеспокоены, хотя какой-то опасности тут нету, потому что это спокойный город. А в чем причина их беспокойства? Кстати, вот сейчас во Франции происходят вот эти события, оно как-то ваш город затронуло? Нет. У нас не было ничего. У нас не было. У вас просто тишина. У нас тишина, но у нас, так в моем городе немало. Сейчас, как объяснить. Именно в городе, в маленьком городе тут нету таких прям людей, которые будут бороться там за жизнь этого мальчика, например. А уже в Париже, Барселе, там очень много, очень-очень много иммигрантов. И очень много, если я забыла назвать это слово, в общем, людей, которые будут бороться. Или просто люди, которые хотят творить непонятно что, и у них в Кайске появился какая-то отговорка, почему они могут делать плохие вещи. Ну, в общем, судя по твоим словам, тебе бы не хотелось жить во Франции, не то место, где вот интересно. Нет, в будущем жить в каком-то городе, ну, в большом городе, там есть, как бы, в старицах регионов, я бы жила. Там, где я нашла друзей, французов, учиться в университете и так далее. Но, когда ты подросток, тут делать нечего. А ты вот куда-нибудь выезжал, там, в Париж и прочее, часто ты выезжаешь по Франции? В Прованс? Ну, когда приезжают мои родители ко мне, мы ездим в Лиль, мы ездим в Париж, мы ездим в большие города. И я на эту жизнь, и я прям, а! Но там, где я проживаю, тут нет такого. Кстати, а родители к тебе спокойно приезжают? Как сейчас у них получается выезжать? Нормально? Да, но они не в Украине, мои родители находятся, мы выехали раньше. А, понятно. А где родители живут? Они, у них меняются, они, как бы... Папа, когда он ездит работать, куда-то в Европу, у нас... То есть, у него приходится ездить по работе. Можешь ко мне приезжать? Ну, мама, она тоже, она или ездит с ним, или ездит в Украину. Понятно. Отец уже в Украину не возвращается, старается где-то в Европе обосноваться. Вообще у вас, получается, у семьи планы где-то в Европе остаться? Нет, ну, когда закончится война, когда, как минимум, все утихомерится, и мы вернемся. Потому что мы уже увидели много чего, и, как бы, как-то в Украине, ну, родное. Но все равно, когда же, если ты будешь жить где-то в глубинке России или Украины, если ты выйдешь куда-то, где будет не очень, ты все равно будешь скучать по той глубинке. Ну, я понимаю, да, ностальгия, она, видишь, такая сильная. Это дом родного. Я тоже надеюсь, что... А чем вот у тебя родители на Украине занимались, или в Украине? А чем вот их... Мама была преподавателем, мой отец... То есть их работа? Ну, да-да-да, чем их бизнес состоял? Ну, мама была преподавателем в университете. Мой папа, он спортдоктор. Ух ты! И спортсменов. Ну, и вообще, очень прекрасная специальность вообще такая. Ну, ему, наверное, очень тяжело сейчас в Европе устроиться. И он по специальности работает, или как-то что придется? Он не живет в Украине уже долгое время. И работает тоже. То есть он работает не в Европе, просто ему приходится ездить на сборы. А, он ездит со спортивными командами, их обслуживает, так получается? Да. А, ну, в этом плане у него практически ничего, получается, не изменилось, по сути. Нет. Это так, да. А вот мама у тебя на той Европе, получается, то дома? Да. Ну, как-то мне вот много интересного рассказала о Франции. Потому что у всех как-то о Франции какие-то идеалистические представления, что Франция это так прекрасно. Там французы, французские батоны, все так хорошо, капучино на каждом углу. Да, это вкусно, это красиво, но не зависит от того, что Франция это туристическая страна. И жизнь, жить тут и быть туристом, это две разные вещи, даже тут же Париж. А вот у тебя от Парижа какие ощущения? Когда я езжу туда туристом с отцом, например, или с семьей, там очень красиво, красивая архитектура. Но, например, я живу в хостсемье во Франции, ее дочка, она проживает сейчас в Париже. Вот я вижу эту квартиру метр на метр, эти дома, все, которые приклеены с Аниной. А жить я бы там не хотела. И еще очень дорого. Получается, дорогая жизнь. Да, дорогая жизнь. В Франции и так, думаю, таки дорого, а в Париже еще дороже. А качество жизни там зависит от района. Опять же, как бы такая сепарация. Ну да. А ты в будущем кем хочешь стать? Твое стремление, какую ты профессию хочешь перебрести? Посмотрев мир, посмотрев ту же Францию, посмотрев все вокруг. Какие стремления на будущее? Я не знаю. Ну, я не знаю. Мне еще есть время решить. Я думаю. Ну, наверное, же есть к чему-то склонность? Какие-то желания, какое-то направление? Ну, не знаю. Ну, там готовка. Или готовить какие-то растения. Все такое. Ты, Миша, до кулинарии или занимался? Ну, это тяжело, то есть, если я могу решить, то я решу. Вот, кстати, о кулинарии. Ну, а так мне сейчас как бы надо решить. А, хорошо. Спасибо тебе за рассказ. Да. Удачи. Надеюсь, что все кончится. Ты скоро вернешься домой. Спасибо. У тебя, твоей семье будет все хорошо. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Счастливо.